Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жарнакова представляет Клайв Льюис и его страна чудес. К 125-летию со дня рождения писателя. Выдающийся писатель и литературный критик Клайв Стейплс Льюис родился 29 ноября 1898 года в Ирландии, Белфасте, в семье судейского чиновника. Дом, в котором Льюис жил в детстве, был удивительный. С длинными коридорами, анфиладами пустых комнат, неожиданными лестницами и таинственным чердаком. Мальчик читал книги в старинных кожаных переплетах и рассказывал старшему брату и родителям истории о выдуманной стране боксом, стране говорящих животных. В возрасте 10 лет он остался без матери. Отец, не умевший и не любивший возиться с детьми, отправил мальчика в отдаленную закрытую школу. Школу Льюис возненавидел. И было за что. В последствии писатель посвятил этой школе немало нелестных страниц о безразличии преподавателей к доносительству и побоям физически сильных учеников. В 1914 году ему, наконец, повезло. У него появился настоящий учитель, профессор Кёрк Патрик, который образовывал не только разум, но и душу ученика. Именно он побудил юношу стать филологом. Льюис собирался учиться в Оксфордском университете, но началась Первая мировая война и его призвали в армию. На фронте юноша оказался в пекле Первой мировой войны и принимал участие в боевых действиях, где был ранен, видел и испытал то, что заставило многих его сверстников посчитать свое поколение потерянным. Потерянным для жизни. С Льюисом этого не произошло, но об этом периоде он никогда не писал и не рассказывал. Он стал студентом, а затем и преподавателем в Оксфорде. По отзывам современников, Льюис был одним из самых популярных лекторов, знатоком классической и средневековой литературы. Клайв Льюис стал одним из инклингов. Оксфордские филологи Джон Толкиен, автор «Властелина колец», Чарльз Уильямс, автор фантастических романов о временах короля Артура и Клайв Льюис составили кружок единомышленников и регулярно собирались для беседы чтений. В эти годы Льюис сдружился с Толкиеном. Льюис был атеистом, а он – глубоко верующим католиком. И они часто спорили о вере и безверии, о смысле жизни, о культуре и мифологии. В результате Клайв пришел к христианству. Позднее он напишет свою духовную автобиографию, настигнутой радостью. Толкиен уже тогда много писал, но издавался мало. Льюису очень нравилось читать все, что выходило из-под его пера. Как-то он сказал другу, «Знаешь, в литературе слишком мало того, что нам действительно нравится. Боюсь, стоит попытаться написать что-нибудь самим». Друзья поспорили, и Льюис выиграл пари. В 1938 году вышел первый роман его космической трилогии. Это был плодотворный период его творчества. Выходили в свет его философские трактаты, эссе, художественные произведения «Письма Баламута» и «Космическая трилогия» и другие романы и повести. Но самое известное произведение писателя – цикл сказочных повестей «Хроники Нарнии». Сказок этих семь – это не просто сказки, но и произведения, раскрывающие детям основы христианской морали. Нарния – волшебный край, населенный говорящими зверями и персонажами мифов. Как и земля, Нарния, куда попали дети из нашего времени, мир сотворенный. Дворец и защитник здесь – лев-аслан. Это не совсем лев, а некто, воплотившийся в царя зверей. Он и подарил всем живым существам этот мир. «Неужели ты бываешь и у нас?» – спрашивают Аслана дети, герой сказок. «Конечно», – говорит Аслан, «только там я зовусь иначе. Учитесь узнавать меня под другим именем». В книге действуют обыкновенные дети. Смелости и находчивости им не занимать, а уж приключений, какие с ними произошли, хватит на всех. Чтобы понять эту таинственную историю, нужно читать хроники Нарнии в таком порядке. Племянник-чародея, лев-колдунья и плотяной шкаф, конь и его мальчик, принц Каспиан, покоритель зари или плавание вокруг света, серебряное кресло, последняя битва. Когда в 1978 году в издательстве «Детская литература» вышла в свет сказка Льюиса «Лев-колдунья и плотяной шкаф», редакция адресовала ее детям младшего возраста. Нет сомнения, что малыши с радостью приняли эту книгу, но думается, что хроники Нарнии, а «Лев-колдунья и плотяной шкаф» – вторая часть этого цикла, доставит радость не только самым маленьким. Сам Льюис считал, что книга для детей, которая нравится только детям – плохая книга. «Я писал такие книги, какие мне самому хотелось бы прочесть», заметил как-то автор «Хроник Нарнии». «Именно это всегда побуждало меня взяться за перо. Никто не желает писать книги, которые мне нужны, так что приходится делать это самому». В этих, может быть, полушутливых словах Льюиса чувствуется горечь, овладевавшая им при мысли о приземленности современной культуры, утратившей стремление к высотам духа, отказавшейся от полета фантазии и чувства необычайного. При встрече с чудом человек XX века либо теряется, либо пытается рационально его объяснить, заключить безграничный мир в изящникам педиум научных теорий, в котором можно спокойно и уютно провести жизнь, ни разу не ощутив дуновение свежего ветра. Почему Льюис, крупный ученый, автор ряда вполне взрослых книг, вообще обратился к сказке? Конечно, литературная сказка имеет в Англии славные традиции, и среди любимых писателей Льюиса не последнее место занимают сказочники. Например, малоизвестный у нас, но широко популярный в Англии Джордж Макдональд, создавший во второй половине XIX века целый ряд сказочных романов и повестей. Внимание Льюиса к сказке и мифу, несомненно, подстегивалось и его интересам к классической и средневековой литературе, и постоянным общением с Толкиеном и Уильямсом. Но у Льюиса были и другие причины написать серию именно сказочных повестей. Об этих причинах он высказался лаконично. Волшебная сказка – самый подходящий жанр, чтобы выразить то, что я хотел сказать. Когда имеется такое прямое указание автора, вряд ли есть смысл пытаться объяснить за него, что он хотел сказать. Так или иначе, кажущаяся простота сказок не помешала Льюису вместить в них свои сокровенные мысли. Хроники Нарнии – своего рода средоточение выношенных и выстраданных помыслов, идей и умозаключений автора. Работа над хрониками Нарнии была закончена в 1956 году. Писательница из Америки, почитательница таланта Льюиса по имени Джой Дэвидмен, прочитав его книги, стала писать Льюису письма, потом приехала в Англию. Она полюбила писателя. Он же, видимо, не был поражен этим чувством. Но Джой тяжело заболела, и Льюис обвенчался с нею в больнице. Она выздоровела, и три года они прожили в счастливом супружестве. Взяли на воспитание двоих детей. В 1960 году Джой умерла от рака, а Льюис пережил жену на три года. 22 ноября 1963 года писатель ушел из жизни. Сказки Льюиса заняли свое место в английской детской классике. Цикл хроники Нарнии принес писателю мировую известность. Книга пользуется огромной популярностью. По ее мотивам существуют театральные постановки, экранизации, компьютерные игры. Это хорошая сказка, очень добрая, светлая и эмоциональная. Спасибо за просмотр. Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2, имени Николая Жернакова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...